13 сентября международная медицинская и фармакологическая общественность отмечает день рождения пенициллина. Именно в этот день, 88 лет назад, британский микробиолог Александр Флеминг опубликовал доклад о лечебных свойствах плесени. Однако его открытием стали пользоваться лишь спустя 15 лет. Кратко о прошлом и настоящей микробиологической науке в нашем сюжете. Это кадры из легендарной экранизации романа Вениамина Каверина «Открытая книга». В годы Второй мировой войны эффективность пенициллина при лечении ран и болезней изучали одновременно советские и англо-американские ученые. По одним данным, эффективнее оказался западный образец, по другим – отечественный. В те годы он назывался «крустазин». Таким образом, клинический эффект был получен при лечении раненых как английским, так и русским препаратами. Поскольку комиссия установила, что дозы пенициллина «Крустазина ВМ» были приравны к клинической эффективности значительно до 10 раз ниже оксфордского препарата, то, следовательно, я счастлив, что с первых дней этого беспримерного состязания я предсказал победу отечественному препарату. С тех пор началась эра антибиотиков – препаратов, которые принесли врачам новые возможности и новые проблемы. Вирусы и бактерии постоянно мутируют, в кратчайшие сроки вырабатывая устойчивость к антибиотикам. Именно поэтому ученым приходится постоянно искать новые соединения. Столь же активно ведутся поиски лекарств от рака. Когда они увенчаются успехом, для мирового здравоохранения это станет едва ли не важнее, чем открытие антибиотиков. В Чувашском государственном университете, как и во многих других вузах планеты, проводят исследования и опыты на предмет эффективности тех или иных веществ против канцера. Взаимодействуем с нашими учеными-химиками, с химического факультета. Они синтезируют целый пол веществ, различные структуры, и в том числе предполагают, что они могут обладать противораковой активностью. И еще одна группа веществ, которую мы изучаем, это вещества природного происхождения, для повышения активности которых мы тоже просим химиков их модифицировать, и тестируем наши лаборатории. Панацеи от онкозаболеваний пока не найдено, но существует ряд лекарственных препаратов, которые, если и не излечивают до конца, то хотя бы замедляют развитие болезни и приносят облегчение пациентам. И в этом есть заслуга наших химиков и микробиологов. Продолжение следует...